И так мы с вами наметили несколько преград, которые существуют в нашем понимании Священного Писания. И пессимист скажет, ну вот, подлинников нет, преград куча, не поймем мы Божие Слово. Однако Бог говорит иначе. И Бог дает нам с вами сегодня средства, помогающие нам Его Слово понять. Это инструменты-толкователи. Те инструменты, которые я вам сейчас буду показывать, на самом деле далеко не все они, а необходимы каждому из вас. И без некоторых инструментов в принципе можно обойтись. Ну например, дорогие мои друзья, братья и сестры, с помощью чего можно завинтить или отвинтить винтик? Ну нормальный ответ это расческа, это отвертка. Нормальный ответ это отвертка. А с помощью чего еще вам случалось завинчивать и отвинчивать винты? Нож. Нож, нормально. Ноготь, не жалко ногти было. А что делать надо? Так, еще было что? Пилка для ногтей. Кому ноготь, кому пилка для ногтей. Совершенно верно. Монетка, если тоненькая монетка и шлица винта широкий, можно к нему подобраться. Значит, смотрите, есть инструмент, который в общем-то для этой задачи предназначен. Причем должна быть не просто отвертка, а соответствующая отвертка. Если там крестовина на винте, так и у отвертки должна быть крестовина. Понимаете? Причем она должна быть правильного размера. И у человека, который действительно этими винтами занимается, у него будет несколько отверток. Отверток хороших. Это не будет, знаете, как иногда встречается, отвертка такая с магнитным лезвием. И на него наконечник, на магнитике таком прицепляется. И потом он отваливается, отваливается в самый ответственный момент. Нет. Это будет нормальный инструмент. Значит, любую задачу можно решать с помощью соответствующих инструментов. Хотя иногда мы заменяем и используем не совсем те инструменты. В принципе, что-то получается. Обычно получается хуже или сделать это сложнее. Сейчас мы будем говорить о различных инструментах толкователя. Без каких-то из них вы можете обойтись. Но полный арсенал этих инструментов позволит вам серьезно заниматься толкованием Священного Писания. А уж если вы занимаетесь, например, служением в церкви, занимаетесь проповедью в церкви, ведете группы, то этот инструментарий вам необходим. И пользоваться этими инструментами нужно уметь. Во-первых, различные переводы самого текста, самого Священного Писания. Ну, наверное, не только переводы, а и оригинал тоже. Вот, например, издание Нового Завета на греческом языке с комментариями, с текстологическими комментариями. Даже со словариком в конце книги. Другое дело, что, чтобы пользоваться этим изданием, нужно знать английский язык, потому что здесь комментарий на английском. Вот. Но вот вы можете взять это издание и посмотреть Новый Завет на том языке, на котором он был написан. А другие издания Библии, различные переводы Библии. Кстати говоря, по поводу издания Библии должен вам сказать следующее. Иногда Библию печатают прямо с комментариями. Знакома вам, например, Женевская Библия. Вот понятно, что Библия, Священное Писание Богодухновенно, комментарии Богодухновенными не являются. И если в Женевской Библии комментаторы, авторы этих комментариев написали что-то, допустим, написали так, то да, это серьезно, это авторитетно, к этому стоит прислушаться, но эти комментарии не имеют того же авторитета, какой имеет Священное Писание. Есть такая организация, называется «Вслужение наставления», иногда ее называют «Институт изучения Библии», Эта организация также ассоциируется с именем ее основательницы, преподавательницы по имени Кей Артур. Кей Артур, христианская писательница, человек, который посвятил всю свою жизнь не только изучению Библии, но и тому, чтобы научить других изучать Библию. Вот организация Кей Артур занимается изучением Библии, преподаванием Библии по индуктивному методу. Многим из вас это уже знакомо, знаете, по крайней мере, что это такое. Так вот, организация Кей Артур, миссия Кей Артур, выпустила также и Библию для изучения по индуктивному методу. Если вы встретите это издание Библии, это такое большое, толстое, серьезное издание, обратите на него, пожалуйста, внимание по нескольким причинам. Там нет комментариев, истолковывающих Библию, но там большое количество, что называется, фоновой информации. Там есть сведения об авторстве книг, там есть подробные сведения о личностях, персоналиях Библии, там есть карты, там есть схемы. Все это там представлено. Это Библия, предназначенная для того, чтобы вы выводы делали сами, но общую фоновую информацию вы получали вот в этом издании Библии. Сколько нужно у себя в библиотеке иметь различных переводов Библии? Ну, вообще говоря, хорошие переводы иметь надо, независимо от их количества. Просто, если вы этим занимаетесь, то либо в печатном виде, либо в компьютерном виде разные переводы Библии вам будут полезны, при условии, конечно, что вы будете ими пользоваться. Симфония, да, симфония. Что такое симфония примитивна к изучению Библии? Что это за книга такая? Найти любое слово, которое используется в Библии. И здесь я должен сразу оговориться, сделать пару оговорок. Во-первых, в некоторых изданиях Библии бывают уже включенные туда симфонии. То есть в конце есть какой-то раздел книги, который называется симфония, в котором на скольких-то страницах идут выписки по конкретным словам из Библии. Дело в том, что, не обманывайтесь, пожалуйста, полная симфония по размеру своему не меньше самой Библии. Если симфония включена уже в издание Библии, в конце, как в качестве приложения, то это сокращенная симфония. Это симфония, в которой представлены лишь основные слова, которая не на все возникающие вопросы даст вам ответы, даже в том случае, если ответы эти есть в Библии. То есть вот маленькие, урезанные симфонии, это в любом случае симфония сокращенная. Оговорка номер два заключается вот в чем. Хорошая симфония – это симфония, которая отсылает вас к языку оригинала. Например, одно и то же греческое слово может переводиться и как терпение, и как долготерпение, и как стойкость. И есть еще несколько вариантов перевода этого слова. Допустим, вам нужно найти именно это греческое слово, независимо от того, как оно переведено на русский язык. Хорошая симфония – это симфония, которая позволит вам решить эту задачу. Например, вы находите терпение или долготерпение по какому-то конкретному месту Священного Писания, и вы получаете слово по-гречески, которому соответствует вот этот перевод – терпение или долготерпение. Слово или даже для простоты его номер по классификации, по данной симфонии. А потом, уже ориентироваясь на греческое слово или на его номер, вы можете найти все случаи употребления этого слова в Новом Завете или в случае еврейского текста в Ветхом Завете, независимо от того, как оно переводилось. Зачем бывает полезна симфония? Да затем, чтобы разобраться со смыслом тех или иных слов. Что имеет в виду Иоанн или Павел или Петр, когда говорит о том-то и том-то? А чтобы понять, о чем идет речь, давайте откроем Иисуса Новина, Иисуса Новина, 1 главу, 8 стих. Да не откроете я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Спасибо большое. Значит, есть некая заповедь, помните, применяя шаг номер один наблюдения, есть некая заповедь, книга да не отходит, и ты поучайся. И есть некое обещание, обетование, основанное на исполнении этой заповеди. Если ты все это будешь делать, то что? Какие-то вещи произойдут. Пожалуйста, первое. Ты будешь успешен и поступать благоразумно. Мой к вам вопрос. Это вопрос, один из тех, что возникает еще на этапе наблюдения. А что значит, ты будешь успешен в путях своих? Что значит, ты будешь успешен? Что значит, ты будешь иметь успех? Я теперь могу сказать так. Если я буду жить и поступать по Библии, то у меня будет карьера, у меня будет богатство, у меня будет много машин. Короче говоря, я буду успешен. Ну, интересная интерпретация. Кто-то с этим согласится, кто-то и с этим не согласится. Вопрос не в том, соглашаемся мы с этой интерпретацией или нет. Вопрос в том, соглашается ли, согласуется ли эта интерпретация с самим библейским текстом. И вот, чтобы решить такой вопрос, нужно с помощью симфонии или, как мы увидим позже, с помощью компьютерной программы, найти, какому еврейскому слову или выражению соответствует это успешно, посмотреть, как употребляется это слово или выражение во всем Ветхом Завете и сделать некоторые выводы, если мы сможем их сделать. Сделать выводы о значении слова. Что не делать, все успеет. Да, что не делать, все успеет. А что это значит? Значит ли это, что не делать, все успеет? То есть, христианин, в принципе, не может опоздать. Он все успеет. Вот, как так? А как это согласуется с тем, что что-то у нас не получается? То есть, в чем смысл этого обещания? Вот, пока мы не проведем серьезное исследование библейского слова, мы можем лишь предполагать. Но потом уже, определившись со значением слова, мы можем сказать, да, вот смотрите, вот оно употребляется так-то, 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 вот примеры такие-то, такие-то, про таких-то, таких-то, таких-то людей говорится, что они были успешны. Давайте посмотрим на жизнь этих людей. А все ли у них получалось? Короче говоря, у нас получается действительно глубокий, глубокий разбор данного текста. Но опять, еще раз повторяю, этот разбор должен быть на основе конкретного материала, на основе фактов, фактов библейских. Не знаю, случалось ли вам бывать на библейских разборах, когда, знаете, такое ощущение, что разобрали, а собрать обратно забыли. Вот разбор по книге Откровения Иоанна Богослова. И каждый говорит то, что ему приходит в голову, вот, а мне кажется так, а мне кажется так, ну, всем так кажется, всем очень-все очень хорошо, давайте вместе помолимся и завершим этот разбор, потому что уже два часа говорения это у нас происходит. Вот, чтобы этого не было, проходит, проделывается такая исследовательская работа, как, например, исследование библейских слов, исследование библейских терминов. Значит, это по поводу библейских, по поводу симфоний, да. Есть еще один тип ресурсов, библейские словари и справочники. Ну, например, вот такой. Поменьше, если предыдущий вас испугал. Библейский словарь. Вот их сейчас достаточно много. Во-первых, для чего нужны библейские словари? Библейские словари нужны для того, чтобы найти фоновую информацию. Узнать, что нам известно про Галилею, про Вифанию. Узнать, например, что вот, помните, Иисус начал свое служение, он приходит в Капернаум, где он призывает учеников. Петр, родом из Капернаума, он там начинает свое исцеление. Из библейских справочников и словарей вы узнаете, например, что недалеко от Капернаума находились целебные источники. И люди туда приходили за исцелением. Говоря современным языком, Иисус пришел исцелять в Кисловодск, то есть в город-курорт. И исцеление его оказалось куда более великим, чем любое другое исцеление, с которым люди были знакомы. А такую информацию вы находите в библейских словарях и справочниках. Библейские словари и справочники, в частности, помогут вам найти смысл, найти значение библейских имен. Чем, например, Авраам отличается от Авраама? Бог переименовывает Авраама, он был Авраам, потом он получает обетование от Бога и становится Авраамом, Абрахам. А в чем разница? А библейские словари и справочники помогут вам найти краткое описание жизни библейских героев, участников библейских событий. Один атеистический автор, ну, не очень внимательный атеистический автор, причем имевший, наверное, достаточно низкое представление о уровне образованности своих читателей. Еще в советские времена писал такую вещь. Ну, смотрите, какие непоследовательные эти евангелисты. Как там все переплетено и запутано. Вот в начале Евангелия мы читаем о том, что Ирод умер, а к концу Евангелия Ирод призывает Иисуса Христа, чтобы Иисус показал ему чудеса. Ну, же воскрес Ирод, что ли? Понятно, что автор рассчитывал на читателя незнакомого с Библией. Более того, на советского читателя, который слова автора да и проверить-то не может. В частности, библейские словари и энциклопедии расскажут вам о целой династии Иродов, начинавшейся действительно с Ирода Великого. Библейские энциклопедии и справочники помогут вам, в частности, понять, когда вы прочтете статью про Ирода Великого, почему он так боялся за свое царство. Он, конечно, был провозглашен царем иудейским, но беда в том, что чистокровным иудеем он не был ни по отцу, ни по матери. Соответственно, права на царство он не имел никакого. И беда в том, что царем иудейским он был провозглашен силой римского оружия. Дружил он с римским императором одно время и отлучился в Рим. А пока он отлучался, против него, понимаете, восстание устроили. Пришли римляне и сказали, так, кто тут против нас? И провозгласили римляне Ирода, небывшего иудеем, ни по отцу, ни по матери, иудейским царем. И вы представляете себе состояние Ирода, когда к нему приходят волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский. Он всю жизнь за этот царский престол, за этот царский трон дрожал, как лист осиновый. Потому что он понимал, что на этом престоле он самозванец. Но пока во своем дворце находится царь-самозванец, В очень простых условиях, в клеву, рождается подлинный царь иудейский, который, к тому же, и царь всего мира. Вот такие сведения вы можете подчеркнуть из библейских словарей, библейских справочников. Оговорюсь при этом еще вот о чем. Иногда вы можете так подумать, что я про Ирода все знаю, или я про Давида все знаю. Какой у меня смысл читать библейские энциклопедии, тем более несколько библейских энциклопедий? Смысл есть. Потому что, уверяю я вас, ни один из вас не знает все. И опять-таки, старайтесь пользоваться более новыми библейскими словарями, более новыми библейскими справочниками. Ну уж точно из 20-го, то есть 21-го века, если у вас такая возможность есть. Вот это библейские словари и справочники. Едем дальше. И следующий наш ресурс – географические атласы, библейские атласы. Например, такие. Они есть в большинстве христианских библиотек, они есть в наших церквях. Опять-таки, другое дело, что им не пользуются. Здесь и, вот даже в этом издании, здесь и карты, здесь есть и рисунки, здесь есть и описания, здесь есть и указатели. Существуют атласы, которые ориентированы более на карты, которые ориентированы больше на описательный материал. Хороший географический атлас, библейский, библейский графический атлас, и покажет вам географию того времени, и сайт несет для вас библейскую географию с современностью. Например, посланник Ефесиным. А где находится Ефес? Территория какого государства расположена сегодня там, где в библейские времена был Ефес? Сходу, пожалуйста, по-моему, кто знает. Турция. Совершенно верно. Значит, вот представьте себе карту, представьте себе эти движения, эти перемещения. Из головы, конечно, это представить себе невозможно. Но географический атлас вам поможет. И, кстати говоря, обращусь к тем из вас, кто проповедует в церквях. Я понимаю, что такие люди будут и среди зрителей, среди тех, кто будет смотреть курс видеозаписи. За последнее время, понимаете, наша культура стала культурой визуальной. Нам надо не только увидеть, нам надо и услышать. Нам надо не только услышать, нам надо и увидеть. Если древние стремились воспринимать на слух, то нам нужно воспринимать на зрение. Среди нас есть люди, которым это дается легко, которым это дается тяжело. Но штука в том, что если мы с вами сегодня проповедуем, мы должны рассчитывать на нашу современную аудиторию. Постарайтесь пользоваться в церкви во время проповеди презентациями в программе Powerpoint. Я понимаю, что надо купить компьютер, надо купить пушку. Надо подготовить эти презентации, надо успеть их подготовить. Я понимаю, что подготовка презентации в частности потребует от вас, чтобы вы к проповеди готовились не вечером в субботу, а немножко пораньше. Но действительно хорошая презентация оживляет вашу проповедь. В частности, говоря о библейских местах, вы можете показать их фотографии. Вы говорите о Галилейском море, Галилейском озере, вы показываете фотографии. Вы говорите о церквях, вы показываете, что это за места на карте, вы можете показать, что там происходит сейчас. Вы как бы ведете за собой свою аудиторию. То есть, библейские атласы – это печатные издания. Но сегодня век электронный, век информационный, век визуальный. Постарайтесь показывать своей аудитории, своей церкви картинки, показывать рисунки. Как выглядят библейские карты? Вот так, например, рисунерские походы Павла. Обратите внимание, что у нас есть возможность все разметить стрелками, чтобы человек мог проследить вот эти пути, посмотреть на регион, посмотреть на географию. Огромное количество преград, в частности, географические преграды, снимаются моментально. Субтитры создавал DimaTorzok